Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Валерий Болсыновский. Давайте рассмотрим суть, почему и как происходит переход от запутавшегося программиста Python или любого другого языка к профессионалу. Посмотрите, вот парень написал, да? Не все пишут, ребят больше. Смотрите. Вот это сообщение программиста. На что я сразу обратил внимание? Смотрите, ошибок больше не боюсь. Наоборот, падаю, исправляю. Работа. Исходники. Не понял, тогда доки. То есть исходники стали впереди. Следующее. Порядок. Порядок, да, в голове. Сейчас мы поговорим об этом. В данном случае у человека ушел страх. То есть, вот, и Краснова пишет, что устроился на работу, не подняли зарплату. Уволился, спокойно нашел за пару дней новую работу. Проводил собеседование. Ну, собес, я понимаю, собеседование. Задал первый вопрос. В принципе, мой любимый вопрос. Да, что такое СССР? Сразу, сразу четко можно понять, кто перед вами. И что человек читает. Либо документацию, либо читает переполнение стека, да, где пишут там непонятно что иногда. Огромное спасибо этому парню, что сообщил о себе история. Раньше были видосы книги Google. Как только понял, что язык собирается, все. Вот смотрите, то, что я всегда и говорю. Го изучил за два дня. И то, что я постоянно говорю. Да, вот. Могу еще добавить. Самое главное, учить и понимать программирование. Изначально нужно менять подход к обучению. Ну, в принципе, то, что мы сейчас еще кое-что посмотрим с других ребят. Вот парень, Дима из Белоруссии. Сейчас вы увидите его код и офигеете. Здравствуйте, ребята. Я активно наблюдал. Это парень сейчас учится. За работой ребят в группе смотрел видео. Ссылка на эти видео я дам. Просто возьмите себе эту планку, да. Вот этот парень сейчас работает с двумя языками. Давайте, чтобы вам стало интересно, сначала посмотрим код, который он прислал сейчас. Вам будет, наверное, интересно еще посмотреть, что я ему написал. Ребят, засекаем. Не так много времени. Пришел парень 11-го, 10-го, 22-го. Сегодня 13-го, 0-3-го, 23-го. И теперь ловите, да. А вот что ловите. Инициализация экземпляра класса с одним позиционным параметром и одним именованным параметром. Понимаете? Поставил все в свои места. И дальше идет четкое описание, что есть что. А вот когда он пришел... Кстати, для тех, кто SPB-теретут.ру Открываете еще. Крутой Python. Ну вот, смотрите. Тогда Дима, когда писал, он написал, что обучался несколько лет сам программированию. Основы JS, PHP, прохожу Python. И только сейчас узнал, что действовать надо, в принципе, начинать с параметров. И в этом видео тогда, я, если честно, за него очень переживал, когда он написал, что сельф это соглашение между программистами, кол с минусом сразу, да. Взял себя в руки и пошло и поехало. Сегодня я уже вижу программиста. А вот парень сейчас недавно пришел. Сейчас увидите домашнее задание. Ох, буду стараться. Начал заниматься программированием примерно с июня. На степи по курсам прошел базу. Бла-бла-бла, бла-бла-бла-бла. В ООП были довольно сложные задачи. Я их закрыл, сел за чистый лист. Не мог ничего написать. Сейчас же я работаю с вами пару дней, и у меня постоянно щелкает в голове. И приходит осознание, что все это очень просто. Ребята, ведь действительно просто. Давайте посмотрим. Ведь все очевидно. И очевидно было, когда он прислал несколько домашних заданий. Смотрите, вот что уживалось в человеке. Зебра, да? Откуда путаница? Сначала присылает первое занятие. Я всегда говорю, что первое занятие, оно провокационное очень. Да, человек, в принципе, только пришел, но что-то пытается сделать по шаблону. И смотрите, получается, вот на этой строке, да, он говорит, цель, ссылка на объект класса, из которого вызван метод. Что это? Это гугловщина. Это сайта переполнения стека. Здесь что показано? Бесхозность. Вы знаете, лет 8 назад я бы сказал, о, это круто. А сейчас говорю, это ужас. Тем не менее, смотрите, что уживается в парне, да? Давайте смотреть дальше. Я ему говорю, напишите, что такое интерфейс, чем отличается интерфейс от абстрактного класса. Присылает код, и здесь душа начинает моя петь. Создаем класс. Кухня является интерфейсом для другого класса. Метод и объясняет. Но ведь может. Но что же здесь не так? Смотрите, чуть себе не закрыл путь. Я ему сказал, Илья, только про сельф проработайте глубже, не торопитесь, работайте с доками. Сначала он не обратил внимания. Про Юпитер понял, а про сельф сильно расписывать не стал, так как в программе уже расписывал, как понимаю. Все. Какое программирование? Дальше идет барахтанья. Вот барахтанья пошло бы. Все. И считайте вот такого вот, вот такого вот, что у этого парня произошло, не могло произойти. Но, слава богу, исправился. Наверное, не зря написал, сейчас я вам кое-что покажу, да? Почему поднялся энтузиазм и, оказывается, начались валиться фишки? Давайте я объясню, я потом эту статью приложу. Возможно, многим она поможет. Длинная статья получается. Что и Диме там длинная, Диме там немножко другое. Я еще и до конца не смотрел все файлы, да? На душа смотрю, поет, да? Вот я ему написал. Вот смотрите, что произошло у Икрасного, да, у этого парня, да? Когда он, понимая, что такое сельфи-важность, да, спрашивает на собеседовании другого человека и четко понимает, человек работает с документацией или человек работает только с переполнением стека. Иными словами, он не делает работу программиста. Как программировал сейчас Илья тому, что научился? Он проходил все по порядку, у него не было распределено, сейчас мы увидим, какой-то иерархии, что от чего зависит. И единственное, что ему выручало, это интуиция. И то, что он, судя по сельф, использовал переполнение стека, но в документации бывало мало. И, в принципе, чему отдавать предпочтение, у него не было понятия. Сначала хочу, чтобы ребята, которые смотрят видео, поняли мою систему, как я ее объяснил Илье. Итак, система работы с кодом. Мы берем, здесь я беру в расчет новичка. Человек пришел только для людей, которые не пишут. Это, как правило, что такое система работы, набор действий, которые ведут к ежедневному росту и осознанию, что когда я вижу больше, достигая за счет правильно, особенного подхода. Например, берем пример изучения функций и параметров на исключениях до профессионализма. То есть, иными словами, как я говорю, если у нас с функциями нет порядка, то дальше делать нечего. То есть, изначально моя система не рассчитана на изучение все подряд. Почему? Потому что это бессмысленно. Дальше. Дальше мы выстраиваем шаги. Вот как я, допустим, писал Дмитрию, да, Диму, которого только что рассказывал. К Диме мы сейчас вернемся. Давайте здесь. Что самое главное? Прямо человек приходит с нуля, он начинает работать с исходным кодом. Именно в школе мы так делаем. Потому что человек должен с первых шагов делать работу программиста. Не учиться стать программистом, ребята, а делать работу программиста сегодня. Сегодня хуже, завтра лучше, завтра лучше и так далее. Обязательно использование документации, решение основной проблемы. Здесь я обращаю, обратите внимание, я пишу для новичка программиста. То есть, новичок программист делает работу программиста. Одни просто идут и чего-то там изучают. Вот я буду изучать, и я стану программистом. Пока не измените подход, не станете. Вы будете просто писать некий код, вы будете лазить на переполнение стека. Но программистом вы не станете. Программист это вот человек, который может назвать себя программистом, который умеет решать задачи, он не боится задач. Иными словами, вот как написал Икор Снула. Притом, Гоя изучил за два дня и начал просто писать на нем. Именно сейчас это начало происходить, вот я смотрю, с Александром, который вообще пришел, помню, вымотанный в школу после курса Жангоди, они там нечто писали. Да? И вот сегодня пишет, Валерий, здравствуйте. Сейчас по ЖС Рост и Котлин пишу функции. Это следующий пункт задания по функциям. Я дал задания для ребят-новичков. Они будут в описании. Первичные задания по функциям. То есть человек начинает видеть параметры во всех языках. Язык перестает иметь значение. Дальше я объясняю. То есть поняли мою систему? Как только мне удается добиться, чтобы человек отошел от последовательного изучения языка, так как и делают на других курсах. И он начинает выделять основные вещи. Ну, для примера взял функции. А в функциях параметры. Потом я направляю к другому языку. Он обнаруживает, что в другом языке ему нужно понять, как работают параметры. И он уже пишет через 10 минут. Причем такие вещи, как if, else и вся другая хрень может изучаться в любое абсолютно время. И лучше всего тогда, когда она нужна. причем при подключении второго языка одновременно на место становятся два языка. Например, программист выносит опыт, что функция в двух языках записывается с разным синтаксисом. Ну и черт с ним, ребята. Написал, пораз запомнил. Но отличие только в параметрах. Бац! И вывалилось в голову. И на самом деле нужно 10 минут времени, чтобы писать на втором языке. И вот я написал Илье. У вас система интуитивная за счет того, что благодаря своему упорству и множеству написанию кода имеете достаточно мысленное пространство. Но в данном случае, если брать конкретно Илью, вот само понимание, что сказать ему вот ты делай по-другому не получится. У него есть опыт. Он легко я вижу пишет код. В данном случае поможет C++. Я его попросил рассмотреть три вещи. Указатели. Указатели C++. Не надо изучать весь C++, а рассмотреть просто указатели. Что для Ильи это изменит? Он поймет, что в C++ надо все элементы собрать. То есть надо собрать и при этом с четким пониманием, что ты собираешь. Тогда все получается легко. Вот этот навык ему должен заменить зебру, которая у него получилась. Дальше я привел примеры профессионалов, их высказывания. И по сути дела, когда мы начинаем относиться, стоп, ребята, вот здесь момент, я дальше дал рекомендации, допустим, есть ребята, которые с нуля, нечего вам делать C++, работаете с функциями, работаете. Просто Илья в данном случае, он прекрасно работает с кодом, да, но один код он делает хорошо, а другой, ай, ну, ворд вроде понятно. Посему ведь на тот момент, когда делался Python, все бралось вообще C++. И сегодня, по сути дела, ну, как придумаешь, кроме как все подобных языках, сделать ссылку. Вопрос не в этом. В данном случае, когда Илья очень много времени серьезно отдал каким-то курсам, которые изучал последовательно, и, в принципе, куски кода пишут прекрасно, ему надо в голове расставить, что расставить. я это называю системой работы с кодом. При этом она для всех уровней разная. Но в данном случае, в данном случае, я редко такое рекомендую, ему поможет только вот эта вещь. То есть, сначала он должен четко осознать, что я, вот, работая с указателями в C++, я собираю, иначе оно не будет работать. И, кстати, параллельно я порекомендовал, ведь в указателях в C++ нет ничего сложного, если на них посмотреть правильно, как собрать, да, я ему порекомендовал разобраться сразу еще с указателями итераторов, то есть, когда я собираю от 7 до 7. На данный момент, когда мы посмотрели его код, он похож на зебру. В одних местах все идет прекрасное объяснение, и опять, вот, где уже понял и поправил, но до этого не было понятия экземпляр. Смотрите, сейчас вы поймете, к чему это приведет. Именно такие мелочные вещи, от которых все зависит, да, в языке, они приводят к тому, что человек годами может ходить вокруг да около, но не понимает, в чем проблема. Здесь просто на самом деле появилось слово экземпляр, да, почему, потому что self это и есть передача экземпляра как первого позиционного параметра, да, то есть все становится на свои места. Так, ну дальше я пока пропускаю, перейдем к сути. Что в данный момент происходит? Сейчас покажу. В данный момент давайте я сначала его задачу сформулирую. Что ему надо делать в данном случае? Тем ребятам, которые много очень знают, но никак не получается писать. В первую очередь заостряемся вниманием на чтение кода, да, иными словами, как правило, такие ребята редко посещают исходный код, редко доки, они в основном где-то посмотрели видео там на курсах, где-то пошли на переполнение стека, а в конце концов, где наши то мозги? И вот за счет интуиции, вот этого энтузиазма, Илья и начал писать код, и неплохо, но я Илье сказал, а на таком энтузиазме такой код не напишешь, не напишешь, и показал почему, сейчас разберем. При этом в случае Ильи чтение кода нельзя, как это сказать правильно, нельзя пускать на самотек, то есть нельзя сделать так, что вот я открою и буду читать код, нет, в случае Ильи здесь надо строгий контроль с его стороны, то есть его желание, как это правильно сказать, его желание к себе возрастить требования. Давайте посмотрим какой-то определенный момент. Смотрите, то есть Илья в данном случае надо к себе иметь большую строгость, расставить по местам то, что есть суть код, для того, чтобы получить то, о чем именно описывал Икоросново, когда он за пару дней изучил язык. И вот я показывал парня, который начал писать тоже функции на разных языках, то есть это происходит когда давайте когда мы понимаем, что есть вещи, которые ключевые базовые, их надо понимать, а все остальные другие вещи могут быть изучены в любом порядке. Вот то, где пахнет гугловщиной, да, и этим переполнением стека, вот когда он писал сельф, ссылка на объект из класса, который был вызван метод. Что здесь есть? Бесхозность. То есть нечто. А вы знаете, что я в этом случае скажу? Как вы будете набирать команду, я ему сказал? Придут люди, они будут сельф представлять, что это летающая тарелка, все что угодно. И смотрите, все перечеркивает. Перечеркивается профессиональная работа. Сейчас пойдем, почему? Но сначала посмотрите, а вот здесь смотрите, душа поет. Он создает, рассказывает, что такое интерфейс, отличие интерфейса от абстрактного класса. А это многие люди вообще годами не могут понять. Как уживается, а просто. Вот сейчас у него стоит, смотрите как, лошадь сзади, телега впереди, и Илья сам толкает телегу, а лошадь сзади себе бежит спокойно. Потому что надо что сделать? Переставить лошадь, доки, документации, исходный код, и навести порядок. У него получилась зебра. Там код плохой, там хороший. Сельф. Вот это такие выражения прочь бесходность. Если вот это будет, все. И почему? Смотрите, а ведь все, ребята, буквально просто. Я написал, вы не требуете от себя понимания экземпляра и мышления экземпляром, оно появилось потом. И видите, я ведь нисколько не сомневаюсь, что он напишет код неправильно. Но вопрос где стоит, а до какого уровня он сможет писать код? Куда он будет развиваться? А вот может наступить тот момент, когда мы будем просто вот как Икар снова писал, да, что видосы книги Google и в итоге вот стал вот на чем-то и непонятно, да. И вот здесь он писал, в общем, спасибо за толчок. То есть надо был толчок, чтобы просто научился работать с исходным кодом, с документацией, расставить на места и в принципе понять, что все языки одинаковые, все просто. Теперь, ребята, откроем вот этот код, да, что вы тут видите? А я здесь кроме атрибутов, что после точки, ничего не вижу, все атрибуты. Но смотрите, что произошло. Произошло на самом деле страшное, то, что человек не видел пока, да. Вот так вот описал сельф, он выбросил атрибуты нафиг, неосознанно, просто это не важно. Как не важно, если все атрибуты? Но разбираться в атрибутах он не мог. Почему? Потому что он их никак не обозвал. Ну, сельф и сельф. Ой, надо идти, поэтому до конца не получится. Сельф и сельф. И смотрите, и бац, шлахбаум перед собой. Все. Потом начал поправлять ситуацию, когда понял, да, у него появилось понятие экземпляра. И с интерфейсом душа поет, но все равно мы видим зебру, да. Поэтому, когда он возьмет, поработает немножко си плюс плюс, либо си, без разницы, да, пусть и плюс-плюс поработает. И сосредоточиться в первую очередь на чтении. Потому что я ему вот показал код, да, это код джанга. Обратите внимание, когда мы начинаем относиться правильно к понятиям, вот код. Здесь, здесь идет, стоп, по-моему, это не этот код, сейчас я, 64-я строка, 64-я. То есть, здесь объект, который применяется, да, выводит либо объект, либо страница 404. Но проверяется объект при помощи, обратите внимание, метода HASS ATTR, ну, то есть, проверка атрибута. Иными словами, проверяются другие классы. Или еще проще, что объект должен быть либо моделью, либо менеджером, да, то есть, это уже идет, влияние на экземпляр, а ведь именно этот объект мы и будем вызывать в коде, да, пока это для вас сложновато, но важно понять суть. Но чтобы вот так начать мыслить, надо поставить все было правильно, я ему не зря написал этот кусок кода. Итак, обязательный стэк для выравнивания конкретной его ситуации. Функции отлетают до начала работы с классами, это основное условие. Еще момент, итераторы, 99% не проходят без итераторов. Функции классы. Надо идти, поэтому заканчиваем. Смотрите, если мы не определили сельф как атрибут экземпляр, то у нас стабильно выпадают разницы между атрибутами класса и атрибутами экземпляра, потому что они не запрашиваются нашим мозгом. Ну, это ж нечто, но ведь из этого нечто состоит код. Как только мы начинаем относиться строго к этим понятиям и определяем, то сразу становится вопрос, что оказывается есть атрибуты класса и есть атрибуты экземпляра. И понятно, что у них есть разное поведение. И вот здесь начинает все становиться на места. Просто я ему расписал весь стэк, как он, просто как вижу, как выправить эту ситуацию. Ну, плюс еще вы смотрели, да, и плюс дал задание, то есть, что на этом этапе я ему объяснил, вы в первую очередь, зачем я приложу этот рисунок, изучая, да, вы ставите на конечный результат, то есть, на полное изучение это последовательности. Перед этим, как вы помните, мы изучали, я ему сказал, что разобрать итераторы, потому что если мы откроем последовательности, то там первым идет именно итерация, да, то есть возьмем ой, некогда лезть, в общем-то я четко понимаю, что рассказал по-разному, да, но когда это привязано к человеку, к конкретному, и к исправлению проблем, то есть, собрать язык, то все точно получится, к сожалению, надо бежать, а новичкам подсказка, что все банально просто, все получится, кто начинает, spb-tv.ru спасибо за доверие, в общем-то, видео я больше не могу сказать, потому что там написано очень много статьи в описании, посмотрите, почитайте, поймете, о чем я говорил, сейчас основные моменты, в общем-то, в общем-то, так как